МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Только-только отгремел без преувеличения самый главный праздник нашей страны. Прошли военные парады, отзвучали торжественные марши. Праздничная атмосфера сменилась будничной суетой. За всем этим так легко забыть, что для некоторых залпы салютов до сих пор отдаются в сердце разрывами смертоносных снарядов. И все же для них, ветеранов, это каждый год встреча со своей юностью. А такие встречи не забываются никогда. – Дорогие, Алексеевич, здравия желаю вам. – У меня ноги. – Так что, нечего. – У меня все еще лучше. – Так, ладно, все, пошел. – Пошла. – Потихонечку. – Вот она, за пулеметом. Проводил пулеметчик. – Ну, иногда подводил танк. Механик же тоже уставал. Ну, здесь вот я находился. Несколько минут, чтобы перейти в себя от встречи со старым боевым другом Т-34, потом в часть, где его встретят по-воински под козырек. Там подготовиться и переодеться в форму, современную, но такую похожую на ту фронтовую. Не забыть надеть шлемофон, и можно за рулевой штурвал вспомнить былое. – Где эта скорость включает? – Скорость, вот она. – Вот она. – Сцепление выжимаем, включаем первую передачу. – Так. – И пробуемся вперед, поехали. – А эти рычаги? – А рычаги вращают. Если нам надо вправо повернуть, зажимаем правый рычажок. Если влево, значит влево. – Так. – Но я буду подмогать вам еще. – Так. Танк – это для меня самый, как говорится, порядочный. Машина, ну, старенькая она машина, так. Ну, вообще, нормальная 34-ка. Именно на такой нормальной 34-ке в звании старшего сержанта танковой армии прошел Радий Алексеевич всю войну. Одним из первых увидел он через смотровую щель танка стены Берлина в 45-м. Да и вообще многое приключалось с ним на фронте. Впрочем, обо всем по порядку. Радий Алексеевич Логинов. Родился в городе Талица Свердловской области в 1924 году. На фронт попал в 1943-м. Служил во 2-й краснознаменной гвардейской танковой армии под командованием дважды Героя Советского Союза маршала бронетанковых войск Степана Ильича Богданова. Участвовал в Орловско-Курской битве, освобождал Европу. Награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны, двумя медалями за боевые заслуги, медалью за освобождение Варшавы, медалью за победу над Германией. Суровый 1941-й застал нашего героя в ремесленном училище. Занятия тут же отменили, и парни отправили трудиться наравне со взрослыми. О каких-то особых условиях работы никто не думал. Все для фронта, все для победы. А патроны и снаряды, которые вытачивали ребята на рудном дворе, для победы были нужны особенно. Так что ни сорокоградусный мороз, пробиравший до костей, ни отсутствие сна, валившее с ног, не должны были помешать выполнить норму. И дети делали невозможное. А в редкие минуты отдыха думали каждый о своем. Отце, братья, дяде. О том, как они там на фронте. О том, смогут ли и они сами постоять за Отечество. И однажды, после очередного обивания порога военкомата, ради наконец-то не отправили домой к мамке, а выслушали. В армию меня не брали. Всячески просился, что на фронте у меня три брата погибли. Дядька на фронте находится у меня. Одному дядке под Сталинградом много оторвало. Ну, меня взяли в военкомат и отправили в учебный танковый полк. Проучился я там пять месяцев. Получили мы там на Урале танки и отправили нас на фронт. А точнее, на Орловско-Курскую дугу. Именно там, 12 июля 1943 года, юный радист-пулеметчик принял свое боевое крещение. Это было рано, где-то в 6 часов утра. Значит, немецкие танки движутся в нашем направлении. А мы стояли в засаде все. Немцы там подготовили свою там воинские части. 500 танков пустили, мы стояли в обороне и отбивались от фашистов. Три дня отбивали эти атаки. Ну, погибло много у нас танкистов и танков погибло. Ну, погибло немало и там у них тоже 260 танков уничтожили. И 600 фашистов там уничтожили на Курской дуге. Там никто не думал, опасно, оно не опасно, но все равно, просто, как только увидим немцев вблизи, так ведем по ним огонь из пушки. А где уже сосредоточатся там войска, мы ведем из пулеметов огонь. Там же, на Курской дуге, ради Алексеевича сначала слегка контузило, а потом и ранило. Я находился в танке, а там нужно, нам привезли, подвезли снаряды. Эти снаряды нужно было оттуда вносить и в танк подавать. И вот в этот, во время переноса этих снарядов получил ранение. В госпитале наш герой провел всего 18 дней. Не то, чтобы ранение было совсем пустяшным, но ради не хотел оставлять свой экипаж без помощи. Не хотел покидать строй. И ведь был прав, однажды только благодаря его уникальным умениям смогло спастись целое отделение. Танк у нас был подбитый, и мы выходили, как бы, кругом немцы, выходили с окружения. Человек 18, ну, военных, там я среди них. И, значит, стоит немецкий танк, что-то там стучат. Потом кричат из танка что-то. А командир взвода с Алтайского края, Загребаев, старший лейтенант, подзывает меня к себе. Значит, снимай сапоги, вложи пулемет, бери гранату. Как спуститься в танк немцы, чтобы за два маха был в танке. Ну, я все подготовился. Немец спустился в танк туда. И я пробежал расстояние небольшое, 70 метров. Схватился за башню, взялся за люк. Механик, то есть немец вылазит кверху, а я вниз заглянул. Лицо в лицо стукнулись. Как заорет диким голосом. Русь, Русь. Оглянулся назад, а наши там 15 человек стояли. Машут руками, что бросай, бросай. Я выдернул щеку, бросил гранату. Соскочил с танка, упал, скакиваю и бегу. Добегаю до своих. И, значит, командир взвода говорит, я вспомнил твое. Ты в школе учился и бежал в городских соревнованиях по легкой атлетике. Пробежал 100 метровку за 12 секунд. Вот мне, говорит, это в голову пришло, и я решил тебя туда направить. И ты, говорит, справился, выполнил это вот мое поручение и спас нашу группу 15 человек. Хоть и не считает себя героем ради Алексеевича, таких случаев было немало. Два ордена Красной Звезды, два ордена Отечественной войны и внушительный список медалей – прямое тому подтверждение. Как-то еще на Первом Украинском фронте, близ города Белая Церковь, танкисты из 51-й бригады смогли остановить целый эшелон с тяжелой боевой техникой. И еще там один момент, они бы двинулись с места и ушли. Я слышу, механик кричит, держись. И, значит, соседнему танкистам сказал, сходу врезался в эшелон. Эшелон сошел с рельсов. Это, ну, вагоны сошли с рельсов. Второй танк добавил, значит. А потом насчитали, на этом эшелоне было 50 немецких танков. Правду говорят, на войне каждый день идет за два. Но, горько вздыхает наш герой, бывали и такие, когда счет, кажется, шел на годы. Население Польши там, ну, уже военные, разведчики, вот там нам сообщили, вот концлагерь Майданок. Ну, это потом мы уже узнали, что там столько было задушено газами, сожжено в печах. И вот наш танк первым ворвался на территорию концлагеря. Мы здесь, значит, механик двинул на ворота, в ворота свалил и во двор заехали. Ну, а потом уже там наши войска подошли, начали вести разговор. Кто-то там живой остался из концлагеря, мужчина один. Видели черепа, это огромные груды черепов и костей сожженных. Там сотни тысяч одежды, женской и детской одежды горы лежат там. Это все они перемалывали. И в Германию отправляли удобрение земли. Мы там, значит, подходили к одному зданию и смотрим, земля шевелится. Ну, здесь где-то там уже, ну, военных-то нас там много было. Принесли лопаты, давай раскапывать. И раскопали, значит, там, где земля шевелилась. И несколько человек оттуда вынули. Ну, они уже там замученные, там, конечно. Вот такое было. Вынули оттуда. Спасли. А как? Спасли, конечно. Еще один памятный момент войны – взятие Берлина. Вторая танковая, в составе которой воевал Радий Алексеевич, первой из шести наших танковых армий вошла в город. Вот из пулемета, из автоматов они обстреливают. На нас десантники сидели. Ну, а потом все десантники с танков сошли. Вот. А мы на танках туда врывались и вели огонь из пушек, из танковых там. Вели огонь. А потом, значит, там поступил сигнал такой, что немцы прекратили стрельбу и сдаются. Ну, когда уже все там, стрельба, все закончилось, бой, ну, значит, мы из танка пошли туда, к Рейхстагу. И я там расписался, и там ноги расписались на Рейхстаге, что война закончилась, и здесь мы победили. А потом на вечернем построении объявили, мол, ваш 9-й танковый корпус достоин особой чести. 11 солдат поедет на парад победы в столицу нашей великой родины, Москву. Начали оглашать списки. Когда прозвучала фамилия Логинов, наш герой от неожиданности вздрогнул. Но делать было нечего и с утра отправился на поезд. Было там, значит, сейчас даже не могу вспомнить сколько машин, полуторки машины были. В них там сиденья были наставлены. И мы сидим на сиденьях просто, мы там не маршировали. Видел правительство, видел Сталина, и Жукова, и Рокоссовского, всех видел. Ну, конечно, радость была, а как же? Все-таки победились, и думаешь, все-таки уже столько погибло народу нашего. Это же просто дух захватывал. Война закончилась, это же уже все. После демобилизации Радий Алексеевич посвятил жизнь мирному занятию, спорту. Работал на Украине, где получил разряды по лыжным гонкам, футболу и легкой атлетике. А также звание мастера спорта по велогонкам и борьбе самбо. За годы тренерской работы ветеран подготовил 28 мастеров спорта по разным дисциплинам. Говорит, никак не мог забыть, что когда-то именно спорт спас ему жизнь на войне. Так что в качестве пожелания ко Дню Победы посоветовала нам почаще заниматься физкультурой и беречь память. Как и все герои нашей программы, Радий Алексеевич говорит очень хорошо, что сегодня праздник Победы отмечается так ярко и масштабно. Из горища добавляет, как же хочется, чтобы с последним маршем уходящего с Красной площади парада не уходили и мысли о тех, кто помог выжить и победить в нашей стране в самой кровопролитной и жестокой войне 20 века. Редактор субтитров А.Семкин